Всем привет! Сегодня записываю видео в помощь тем, кто составляет вот такие протоколы фиксации хода судебного разбирательства. Что это такое? Это вот когда идет аудиозапись судебного заседания, так называемого, и необходимо составить свой протокол, именно письменный, того, что происходило на заседании. Кто что говорил. То есть это делается вот таким способом. То есть аудио переводится в текст и потом приобщается как письменные доказательства к материалам дела. Составление таких документов отнимает очень много времени и я покажу как это все автоматизировать по максимуму. Дело в том, что заседание бывает по несколько часов, суд над прокурорами по второму кругу длился более 7 часов и соответственно такой документ он просто вырастает на очень большое количество листов и соответственно чтобы перевести 7 часов звука в текст требуется очень много усилий. С чего нужно начать? Ну самое первое это качество звука. Качество записи должно соответствовать определенным требованиям. Когда вы ведете запись нужно говорить четко и громко, при этом не шуршать. То есть когда вы держите телефон, просто держите в руке и совершаете любые движения, а здесь находится микрофон, то это все создает помехи. Соответственно телефон желательно не держать в руках, где-нибудь положить. Желательно микрофоном боком и к себе и к собеседнику. То есть вот если разговариваете, то лучше положить перед собой и именно боком, чтобы микрофон сбоку снимал звук, а не на вас и не на собеседника. Обычно черные мантии и секретари, они очень тихо разговаривают. Ну можете к ним повернуть микрофоном именно. У меня голос громкий, поэтому меня всегда очень хорошо слышно. У меня с этим проблем нет. Самый главный враг записи это вот такие вот файлики всякие, бумажки. Когда вы совершаете вот такие действия любые с документами, то это накладывает определенные помехи на звук. Так что старайтесь разговаривать в тот момент, когда не происходит никаких движений именно с документами. То есть если захотели какой-то документ достать, замолкайте, достаете документ, достали, положили, развернули и только после этого говорите. То есть говорить нужно поочередно, с так называемым шуршанием. Вот я документ положил, продолжаю речь. Одновременно этого делать нельзя, иначе это создает помехи. Потом расчленить звук, где шуршание, а где голос, будет очень проблематично. Чтобы у вас звук хорошо записывался, советую приобрести хороший либо телефон, либо диктофон. Ну меня вот телефон Vivo Y19 устраивает на 100%. Хотя у Philips V732 намного лучше микрофон. Сейчас я пользуюсь именно Vivo Y19 и рекомендую его всем. Очень долго держишь батарейку в минус 25 градусов, без проблем снимает видео, не обмораживается, не тормозит. Все замечательно у него, памяти и всего много. Когда вы сделали запись, у вас будет некий файл, который содержит в себе аудиопоток. Так вот, чтобы его видели все программы, иногда требуется конвертация из таких форматов, как OGG, OPT, там какие-то, а это, то есть форматы, которые редко воспринимаются программами, как это, приемлемые. Лучше всего писать в MP3, либо WAV, ну WAV много места занимает, либо MP4. Конвертация происходит очень просто. В интернете набираете там OGG, TU и MP3. И вот куча сервисов, которые позволяют конвертировать файлы. То же самое там MP4 в MP3, или OTP там, или Opus в MP3. То есть это все происходит очень легко и быстро. Потом вам потребуется обрезать аудиофайл, сконвертированный уже. Это отрезать паузы в начале и в конце, чтобы уменьшить нагрузку на программу, ну и сэкономить время. Делается это тут то же самое. Обрезать MP3 онлайн, то есть тоже множество сервисов. Выбирайте любой, обрезайте аудиофайл. Дальше следует вырезать паузы, ну там всякие перерывы, молчания и тому подобное. Желательно усилить звук и еще желательно наложить фильтры для уменьшения различных помех, жужжания и тому подобное. Как это все сделать? Ну я использую программу. Это делается очень быстро и легко. Вот на примере покажу. Вот у нас пауза есть. Я выбираю инструмент там обрезать. И удаляю просто паузу. Делается это очень быстро. Звук усиливается за счет аудиогейн. То есть усилить на 15 дБ. И звук, соответственно, становится намного громче. Также это можно делать с помощью вот этого бегунка. То есть я вам советую освоить программу, которая позволяет это делать профессионально, легко и быстро. Ну и допустим, вот здесь в конце пауза. Все. А потом этот файл просто выгружается в таком же виде, в виде MP3. И получается у вас уже обработанный. Здесь же можно наложить фильтры различные. Вот здесь аудиоэффекты всякие есть. Их тоже можно поизучать. В интернете полно уроков, как это делается. Если у вас мало опыта и вы не хотите учиться, то вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые работают на так называемых биржах фрилансеров. Здесь я привел ссылки на сайты, где можно найти фрилансеров. Это основные. Я всегда пользовался FL.ru. Сам был фрилансером и занимался также транскрибацией в том числе. Заходите на FL.ru. Нажимаете найти исполнителя. Здесь есть категория расшифровка аудио и видеозаписи. Дальше разберетесь. Тут все просто. Создать проект. Тут есть такая штука, как безопасная сделка. Так что ваши денежки никуда не денутся. Но советую всегда перепроверять проделанную работу. Я всегда требовал прислать пример. Скажем, какую-то часть определенную. Минут 10 из 2 часов. И посмотреть, хорошо ли распознанная речь. И переведена в текст. Есть множество других бирж. Вы их легко можете найти по ключевой фразе. Биржа фрилансеров. В любом поисковике. Профессионалы сделают вот это все за вас. В том числе и распознают речь. То есть вы можете прям конкретно сказать, что нужен вот в таком формате. Они вам это все сделают. Ну естественно они возьмут денежку за это. Если вы не хотите сообщать свои персональные данные. Кстати вот через программу тоже можете повырезать это. Персональные данные все. И уже в таком виде безопасном передавать фрилансерам. Если же вы хотите сэкономить деньги. И хотите научиться делать это все самостоятельно. То опять же для записи я вам посоветовал телефоны. Филипса уже нет в продаже. Но можете найти бывшный. У него очень отличный микрофон. И он очень долго держит батарейку. Вот суд над прокурорами. Больше 7 часов длился. Он выдержал 7,5 часов видеозаписи. Ну а если вы решили самостоятельно делать транскрибацию. То вам в первую очередь понадобится хороший микрофон. Вот у меня здесь микрофон FIFINE K669. Цена у него на Алиэкспресс 3400. Я заказывал именно вот по этой ссылке. Ну если у вас средства не позволяют. То как минимум нужно купить вот такую петличку. Тоже советую. Боя навешивается вот сюда. Такой маленький микрофон. Тоже все советуют его. Ссылка на него есть. И подбираемся к самой транскрибации. Как это вообще выглядит. И как это работает. В интернете очень много программ. Которые позволяют делать транскрибацию. И автоматизировать это дело. Если наберете в поиске транскрибация. Либо транскрибация с тайм-кодом. Ну вот допустим на ютубе. Набираете и вам. Вот пожалуйста множество уроков. Как делать транскрибацию. Именно с тайм-кодом. Как это все автоматизировать. Материалов очень много. Я вам покажу два основных инструмента. Которые все используют. Это сайт speechpad.ru Вот такой простенький сайт. Вот такой простенький сайт. Как видите он уже начал записывать мой голос. И переводить его в текст. Делает это он в принципе очень качественно. Распознает каждое слово. Ну допустим слово оферта. Распознал. Другие сайты такое слово не распознают. Данный сайт можно использовать двумя методами. Вы надеваете наушники. В наушники транслируете ту аудиозапись, которая у вас записана в суде. А в микрофон вот через этот сайт диктуете то, что вы расслышали. Вы на себя берете алгоритм распознавания речи. Через наушники слушаете то, что было записано. И надиктовываете в микрофон. А программа за вас это все переводит в текст. Но это дело все можно автоматизировать. Вот здесь внизу находите кнопочку плюс транскрибация. Нажимаете на нее. И можете прям загрузить файл. Вот мне прислали запись зала суда. Я где-то с середины включу. Здесь настройки выбираете отключить синхронизацию. Вот это все убираете. Буферизацию ставите по максимуму 300. Включаете аудиозапись. Вот здесь. И включаете включить запись. Лиз дело 1. В том числе в настоящем судебном заседании заявитель приходит к выводу о выявлении судьей Медведевой. Такой метод можно использовать автоматически путем. Ну вот я взял колонку. Как только я включу воспроизведение, то звук с колонки будет восприниматься микрофоном и будет распознаваться данной программой. Ну вот смотрите. Я включаю аудиозапись из зала суда и подношу колонку к микрофону. Детельствует о том, что это определение лиз дело 1 получено с нарушением требований, установленных взаимосвязанными частью 2 статьи 12 и пунктом 3 части 1 статьи 225 ГПК РФ. Указанные обстоятельства ставят под вопрос, ставят под сомнение способность судьи Медведевой объективно осуществлять правосудие надлежащим образом в соответствии с нормами законодательства о гражданском судопроизводстве. Согласно правилам указанных в пункте 4. Ну в принципе ясен, да? У вас формируется вот такой текстовый документ, который вам потом просто надо будет правильно отформатировать. Все это копируете в Word файл, разбиваете по тайм-кодам, либо можете вот в таком состоянии текст отправить именно фрилансерам и они за вас разобьют по тайм-кодам. То есть к фрилансерам можно обращаться на любой стадии. Они вам приведут вот в такой вот вид. То есть разобьют, отформатируют это все, структурируют. Вот смотрите, запись длится час двадцать, то есть вы подносите колонку к микрофону, включаете вот это все и идете чай пить. Там по своим делам, сходили в магазин, приходите, а у вас полностью текст готов. Вы его копируете, либо сами форматируете, либо отдаете фрилансерам и они за вас расставляют тайм-кода, так называемые. Есть еще один сервис, который позволяет это все делать в подобном автоматическом режиме. Называется Google Docs, документы бесплатно. Это по сути тот же самый Word, только в интернете. Создаете пустой файл. Дальше выбираете инструменты, голосовой ввод. Выбираете язык русский, нажимаете стартовать, даете разрешение. И вот Google за вас распознает каждое ваше слово. Здесь можно в принципе то же самое применять. В принципе можно сделать параллельно. Сейчас попробуем заставить аудиофайл этот. В частности 1 статьи 225 ГПКРФ в определении должен быть указан вопрос, о котором выносится определение. Одним из вопросов, о котором выносится определение при принятии решения о принятии заявлений к производству суда, согласно правилам указанных в части 1 статьи 136 ГПКРФ, является установление факта подачи искового заявления с соблюдением или без соблюдения требований. Ну то есть включаете аудиофайл на любом из плееров. Вот здесь можно разбивать самостоятельно, если вы хотите голосом. Здесь же можно использовать схему с наушниками, то есть либо вы сами распознаете и диктуете своим голосом, если аудиозапись плохая, если сервис не способен распознавать голоса. А если голоса распознаются, то можно включить аудиофайл, поднести колонку и он за вас все распознает. Если вы распознаете плохую аудиозапись, то ее лучше через наушники слушайте и пропускайте через себя и сами говорите, что там говорится на аудиозаписи. То есть повторяйте плохую аудиозапись качественным громким языком. И по сути программа все распознает. И здесь вы можете вставлять такие элементы, как новая строка, новый абзац. Раз, два, три, четыре. Новая строка. Раз, два, три, новый абзац. То есть голосом управлять я не знаю, какие тут есть голосовые команды. Это все можно узнать опять же через Google в поисковике. Узнать голосовой набор в Google документах. Какие голосовые команды существуют для разбития. Ну вот допустим новый абзац. Таймкод. Нет, команды таймкод нет. Новый абзац. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и такими тематическими разбиваниями можно сделать, форматировать примерно текст. Вот такие методы есть. Они очень простые. В интернете полно множества различных программ. Поэтому я думаю вот этот файл длиной в час двадцать. Можно запросто в течение двух часов переделать вот в такой вид. Данными сервисами из Пичпад и Google Docs пользуется очень много программистов, ютуберов. То есть они надиктовывают, снимают видео, потом дают вот этой программе распознать звук из видео. Но опять же через колонку, либо под запись. И программа распознает. И таким методом можно писать статьи, потом продавать вот эти тексты уникальные на txt.ru. Это тоже можно делать на этом заработок. Можно чьи-либо речи таким образом распознавать и переводить в текст. То есть писать статьи таким образом. Я знаю многие журналисты любят именно надиктовывать на микрофон. А потом через эту программу можно перевести в текст и опубликовывать текстовые статьи. Вот такие программы есть в интернете. Пользуйтесь. Очень удобно. Хочу сказать, что есть конечно всякие платные сервисы. Типа GGLOD. Но я им пробовал пользоваться. Оно того не стоит. Там у них все платное. Там где-то 10 центов за одну минуту распознавания. Здесь же все безоплатно. Можете сами это все самостоятельно сделать. Допустим вот у вас вот это идет текстовка. Новый абзац. Именно судебного заседания. И где-то у вас проскользнули там какие-то персональные данные. Редактировать на ходу данный текст не советую. Вы просто после окончания записи нажимаете отключить микрофон. И вот здесь вот файл скачать. Microsoft Word. Сохраняйте себе этот файл. И допустим у вас где-то тут персональные данные проскользнули. Вы их выделяете, удаляете. Там заменяйте на какой-нибудь Иванов. И в таком виде либо отдаете фрилансеру, который расставит тайм-коды. Либо ну сами переделываете. Я вам показал как это все автоматизировать. Дальше соображайте сами. Очень удобный сервис. Вы сами видите, что буквально за 2-3 минуты все что я наговорил переведено в текст. На этом все. Благодарствую. Продолжение следует. Продолжение следует.